Мир вашему дому! Спасибо, что остаетесь на моем канале, что задаете вопросы. На многие вопросы я уже ответила, отвечаю в процессе того, как вы задаете в комментариях. Некоторые вопросы повторяются с того времени, как мы жили в Бруксвилле. Ну вот, например, вопрос вы задаете, что ты проехала столько расстояния, показывая дома, улицы, и мы не увидели ни одного магазина, ни одного ресторана. А где это все? Куда же вы ездите за этим? Ну, я вам хочу сказать, что да, здесь не как в России, например, что на каждом шагу на улице маленький ресторанчик, маленький магазинчик, где ты можешь купить мясо, в другом овощи, фрукты, в третьем молочные продукты. Нет, у нас все устроено по-другому. Если вы не живете в Чикаго, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, то вам придется привыкать, нам нужно всем привыкать, если кто приезжает сюда, к другим условиям, что нету таких магазинчиков, есть большие супермаркеты в основном. Ну, от нас здесь большой супермаркет где-то, и не один, кстати, не один, можно выбрать, какой ты хочешь, где-то два километра от нас. Я иногда езжу на скутере, если что-то надо, там одну-две вещи, три купить, то, что я могу привезти на скутере или на велосипеде, а так мы ездим, конечно, на машине. Вы можете заказать все, что угодно из магазина вам привезут, все, что угодно. Если вы заказываете, можно заказать из ресторанов, еду привезут с Амазона, ну, то есть все вам привезут. Насчет еды нечего беспокоиться, все здесь есть. Ну, и рестораны, конечно, вот я вам уже говорила, что в таких сообществах, например, как 55+, и не только, например, вот я вам показывала жилую зону, где, ну, просто люди живут, не те, кто на пенсии, где нету никаких правил, но, но, видите, не строят никаких магазинов, никаких ресторанов. Почему? Я вам уже это говорила тоже. Да потому что тогда будет в этом месте скопление огромное машин. А зачем это нужно? Там ни парковок, ничего нет, это же улица, это же просто улица. Ну, и вот я вам сейчас покажу. Я снимала с дрона. Вот это эрия, допустим, вот это местность. И ближайшие магазины на большой улице вот там вот. Ближайшие магазины, рестораны, ну, все, что хочешь. Это вот там вот проходит главная улица, и все там, все там есть. Ну, и следующий вопрос, кстати, очень интересный. Я когда это видео снимала, а снимаю я обычно, когда езжу здесь утром, пока не жарко, на велосипеде, я тоже подумала, какое-то, я сняла видео, и какая-то почва красная, но потом я сообразила, что это не почва. Вы спрашиваете, почему земля красная, ты же говорила, что у вас песок, а тут вдруг расчистили под дом, и все красное. Это не земля красная. Видно, прошел дождик, я снимала утром, и остатки от сосны, ну, красные. То есть намочила их, и вот они кажутся такими вот красноватыми. Вот я ехала сегодня утром, дождика не было. И вот то же самое место, но выглядит уже по-другому, потому что вот эти остатки сосен, они не мокрые, поэтому они просто коричневые, и под ними обычный песок. Ну, это вот был обман зрения, что земля красная. Нет, нету красной земли. Если ты, конечно, ее не привезешь сюда, привезешь, будет красная. Здесь вот начинают строить дом, и вы видите три разных песка. Вот как раз тот песок, который мы привыкли видеть, песчаный цвет, да? Красный почему-то вначале насыпали. Я не знаю, может, у них песчаного цвета песок закончился, а может, так надо, я же не строитель, не знаю. Ну, и вот та земля, которая обычно здесь. Монинг! Ну, и о чем же будем мы говорить сегодня? Я вам говорила, что условия жизни, ну, мы говорим о Флориде, не обо всех Соединенных Штатах, не обо всех Штатах, о Флориде говорим сейчас, что условия жизни разные. Я вам показывала даже разные дома. Ну, и вот такие сообщества 55+, как наши, тоже разные. Разные условия, разные правила, разные цены. Я вам говорила, что Флорида, штат особый, тут очень много пенсионеров. Погода хорошая, люди приезжают сюда жить. Многие приезжают на 6 месяцев и уезжают в Канаду на зиму или в какой-то другой же Северный Штат. Ну, и, конечно, многие, особенно у кого два дома, кто имеет два дома в Соединенных Штатах, не хотят покупать дорогие дома и хотят, чтобы уход за этим домом был, когда они уедут. Или даже, когда они не уедут, чтобы уход за этим домом был. Вот посмотрите здесь. Три поселочка. Первый. Второй. И третий. Они расположены совсем рядом друг с другом. Это поселочки 55+. И они все разные. И вы знаете, я вам хочу открыть секрет. Я бы ни в одном из них жить не стала. А почему? Вы поймете после того, как я покажу и расскажу ну не все, а в основном то, что интересно будет знать об этих поселочках. Ну, сначала давайте посмотрим на одном сайте, сколько же стоят дома на продажу в этих поселочках. Вот в первом от 75 до 168. В самом большом из этих трех поселочков дома продаются почти по такой же цене, от 75 до 177. И в третьем дома самые-самые дешевые. От 30 тысяч до 108. Очень интересно. Где же поселиться? Где же лучше поселиться? А может быть нигде. Может выбрать что-нибудь другое. И начнем мы с третьего поселочка, где дома самые дешевые. И вы поймете, почему они самые дешевые. Ну, вообще-то это мое любимое место ездить на скутере. Я люблю здесь ездить очень медленно, вот по этим вот улочкам. Ну, смотрите, как здорово. Пальмы вокруг растут, пальмы на всех улицах. Очень люблю я этот поселочек. Мы, когда сюда приехали заселяться в наш дом, то у нас было время, и мы решили проехать по нему. И мне он сразу понравился. Хоть он и далеко, ну, далековато от нашего дома, но я люблю сюда приезжать, потому что здесь и людей больше можно увидеть. Ну, пенсионеры же живут. И людей больше можно увидеть на улицах. И вы увидите сейчас и дома. Ну, как-то люди за домами ухаживают, по-моему, здесь больше, с большей любовью, чем где-либо. Даже, мне кажется, с большей любовью, чем вот в том месте, где мы раньше жили, в Бруксвилле. Здесь есть, здесь есть все, кроме гольфного поля. И называется этот поселочек деревня Сибринг. Сибринг-Вилыч. The Sibring Village. Вот сюда-то мы сейчас и заедем. Ну, и давайте остановимся. Вот офис здесь, сейчас остановлюсь. Здесь есть несколько домов, не все дома, которые здесь продаются, на продажу выставленные. Некоторые дома уже, вы видите, пендинг написан, значит, уже под контрактом. Ну, и вот они. 68, 79, есть 95, он, наверное, побольше. 59,9, это 60, даже 55, 49, ну, в общем, и даже вот здесь, вот посмотрите, 40 тысяч. Вот здесь вот 40 тысяч. Ну, то есть, как я вам показала на веб-сайтах, то есть вот такая вот не очень-то высокая цена, можно сказать, маленькая цена. Дома, если продаются, у них вот такие вот таблички. Move in ready homes. Ну, значит, заезжай и живи. По всей вероятности, они продают с мебелью. Ну, это, скорее всего. Мебель остается, все остается. Как и во всех сообществах такого типа, здесь, конечно же, есть и... клуб. Вот мы как раз к нему подъезжаем, слева он. И, конечно же, есть бассейн и теннисные корты. Ну, бассейн небольшой, но вообще-то больше, чем у нас, чем в нашем сообществе. И, смотрите, даже люди загорают. На теннисном корте никого не было, это было после обеда. Ну, вот я ехала на велосипеде мимо этого теннисного корта утром. Вот играют люди. КОНЕЦ Погода утром замечательная для игры в теннис. Ну, вы знаете, я сейчас просто хочу сказать для тех, кто сравнивает такие места с богадельнями, с домами престарелых. Ну, если у вас сейчас в домах престарелых вот точно так, как здесь, и люди играют в теннис, и купаются в бассейне в открытом, и загорают, ну, то прогресс, конечно, пошел вперед. Это замечательно. Я имею в виду бывшие страны Советского Союза, в частности, Россию, потому что из России мне пишут про такие вот поселочки, которые я показываю. Но это замечательно. Я не была в России какое-то время. Значит, все изменилось в лучшую сторону. Здорово. Очень рада. Очень рада, действительно. Ну, вот мы подъезжаем к одному дому. Помните, я вам говорила про открытые дома? И вот я подъехала к одному дому, и там написано было «Открытый дом». Вот этот дом. И я решила зайти. Помните, я вам говорила, что это значит? И я решила зайти. Это значит, он продается и может зайти посмотреть. Ну, когда я там была, я не сделала ни видео, ни фотографии. Я просто не думала, что мне это пригодится для моих видео. А все данные я взяла из открытого источника с интернета. То есть ничего здесь нелегального нет. Ну вот, давайте посмотрим, как же выглядит этот дом внутри. И сколько он стоит? Где-то около 60 тысяч продают его за такую цену. Вот посмотрите, как он выглядит. Две спальни 1986 года. Построен 96 квадратных метров. И вся мебель новая. Они приехали в октябре, как мне хозяин сказал, и купили мебель всю новую. Я говорю, так вы, наверное, тысяч 30 потратили на мебель. Он говорит, да, 20 тысяч. То есть все спальни, гостиная, кухня, все новое. Ну, вот так получилось, что нужно уехать. В общем, вот так вот. Очень красиво выглядит, очень здорово выглядит. А почему они продают? Он говорит, мы из штата Нью-Йорк. Приехали сюда, как всегда, думали, будем проводить половину зимы здесь, половину года здесь, половину года в Нью-Йорке. Но дети и внуки остались там, и жена заскучала по ним и сказала, нет, я не могу так, я уезжаю, продавай дом. И все, и приедешь туда. Я не могу так жить. Ну, вот, он продает дом, остался продавать дом, а она уже уехала. В общем, вот так вот. И такая тоже история бывает. Но дом, посмотрите, всего лишь около 60 тысяч. Баснословная цена. Я вам потом скажу, почему так все дешево здесь. Расстояние между домами не такое большое, не такое, даже не такое большое, как было у нас в том месте, где мы когда-то жили до этого. У нас тоже был мобильный дом, помните, да? Мобильный дом. Ну, и вот мы сейчас подъезжаем еще к одному домику. Это самый дешевый дом здесь. Вот этот дом. Всего лишь 30 тысяч за него просят. Посмотрите, как здорово выглядит. Террасочка такая есть, закрытая и открытая. И, ну, в общем, здорово выглядит. 95-го года выпуска, так сказать. Две, тоже две ванные комнаты, две спальни. 89 квадратных метров, поменьше. Ну, выглядит очень хорошо. Мне пол, видите, очень понравился. Это все из интернета взято, это все легально. То есть вы можете найти это в интернете свободно. Я просто вам показываю, как это выглядит. И все здесь остается, вся мебель тоже остается, как и в первом доме. Все здесь остается, заезжай и живи. Что мне нравится здесь? Посмотрите, как пальмы стоят, вот как аллея пальмовая на улице едешь. Ну, в общем, приятно здесь ездить на скутере. Ну, и, конечно же, видно, что люди любят свои маленькие домики. Ну, почему маленькие? Ну, потому что действительно маленькие. А вы всегда спрашиваете, ну, а зачем люди здесь покупают такие дома, вот мобильные дома? Здесь стоят машины, кстати, там что-то ремонтируют, поэтому рабочие машины можно ставить на улице в то время, когда они приезжают и что-то ремонтируют. А так на улице машины ставить нельзя, только на подъезде к дому, на площадке. Ну, так вот, почему люди покупают эти дома? Почему? Ну, почему не покупают огромные дома? Ну, зачем платить, если ты приезжаешь, например, на полгода? Или же, даже если не на полгода, ну, дом он и есть дом. Ну, вот посмотрите, здесь некоторые дома там с 80-го года, то есть они здесь больше 40 лет, и они здесь стоят. Посмотрите, какое собрание машинок для гольфа. Люди собрались, какая-то у них там вечеринка намечается, это я ехала к вечеру, дело было к вечеру, делать было нечего. Ну, зачем тратить большие деньги? А потом, когда люди, ну, хотят общения, не на отшибе где-то жить и ухаживать за всей землей, которая есть вокруг, а люди хотят общения, люди хотят отдыха, почему бы и нет? Посмотрите, как здорово. Если вы обратили внимание, то в этом поселочке, в этой деревеньке, она так и называется, деревня, есть городское освещение. Но, несмотря на это, у каждого дома, у каждого, есть вот такое вот возвышение, и там фонарик. Видите, у каждого дома. Посмотрите, какая красота здесь. И огонек горит днем. А вот и медведь сидит. Правда, под пальмой. Вот такое озеро, и там много черепашек. Было много-много на берегу, но меня увидели и уплыли. Видите, носики видны из воды. Эй, не уплывай. Ну, неинтересно. Все, уплыли. Вот она, черепашка, сидит на готове. Плывет или нет? Ну, все. Поплыла. И вот этих уток я вижу здесь, в этой деревеньке, почти каждый раз, когда езжу на скутере. Они щиплют траву, ходят по дорогам, если дождик прошел, пьют воду. И там я вам показывала озеро. И плавают в озере. Меня они очень заинтересовали. Я решила посмотреть, как же они называются. И вы никогда не угадаете, как они называются. Московские утки. Москве. Дакс. Ну, я стала смотреть. Я сначала не поняла это слово, которое по-английски. Что это значит? Спросила у Бена. Он говорит, ну, по-моему, это что-то связанное с Москвой, с Россией. Стала смотреть определение в Википедии. Да, это связано с Москвой. Москве. Это было название, как Московия. Те дома дворян с 12 века, которые были вокруг Москвы. Ну, в общем, это московские утки. Вот так вот. Никогда не думала, что встречу здесь московских уток. Ну, это у них такое название. Ну, и, конечно же, здесь очень много всяких ядовитых и не ядовитых змей. Я уже вам про это говорила. Ну, в общем, рай на земле. Живи не хочу. Магазин, большой супермаркет где-то в километре отсюда. И не один. Два больших супермаркета. Один через дорогу от другого. Так почему же дома на продажу есть? Почему же люди не ломятся покупать быстро дома здесь? Они же дешевые. Ну, и я указала вам, что, по-моему, что дома стоят близко друг к другу. Земли меньше, например, чем у нас было в Бруксвилле. Тоже мобильный дом у нас был. А здесь, как говорится, собака-то и зарыта. Потому что земля здесь не твоя. Ты покупаешь дом, но не землю. То есть кто-то купил огромный участок земли, заполнил домами и продает дома, но не землю. Ну, вы скажете, ну и что, ну и хорошо. Я куплю дом за 30 тысяч. Мне земля-то зачем она? Что, я на ней есть ее, что ли, буду? Но дело-то в том, что ты должен платить за эту землю ежемесячно. И плата... Ну, вот здесь еще плата не очень большая. Я вот поговорила с тем человеком, который... В дом, которого я зашла, где открытый дом был, посмотреть. Я спросила, сколько он за землю платит, за этот дом. Он где-то сказал мне 780 долларов в месяц. Я еще удивилась, что это очень дешево. Потому что платят и до 3 тысяч, и до 5 тысяч за месяц. Ну, это, естественно, зависит от дома, от участка земли. Значит, чем меньше земли здесь, тем меньше ты платишь за этот дом. Ну, и вот я нашла информацию, что где-то и платят от 75, от 750 до где-то тысячи долларов за месяц только за землю. Значит, ты покупаешь дом 30 тысяч, платишь за землю ежемесячно. Ну, и будем так говорить, в год у тебя получается где-то 10 тысяч ты за землю просто отдаешь. Если ты живешь 10 лет, ты уже 100 тысяч отдал за просто так. Так, ты решил продать дом. Ну, ну что, ну продал ты его за 30 тысяч или за 40, если хороший год, да, рынок хороший. Ну, может быть, за 50. Но уже 100 тысяч-то, которые ты потратил, не вернешь. Или даже 5 лет ты прожил, ты 50 тысяч потратил. Ты же уже это не вернешь. Ну, вы знаете, конечно, кто-то сможет сказать, ну и что? Ну, я прожил 10 лет. Ну, это все правильно. Вот поэтому люди и селятся. Таких поселков здесь, вот только вокруг Сибринга, неимоверное количество. Это вот я вам буду показывать 3 вместе. Но не все такие поселки с мобильными домами. Не все, как вот этот. Ну, а еще, вы знаете, ведь вы живете в доме, крыша может уже прохудиться. А это в удовольствие стоит недешево поменять крышу. Ну, тысяч, пять, шесть, семь. Все зависит от того, какую ты крышу хочешь поставить. Ну, а может и больше, я не знаю. А потом есть, ну, знаете, у мобильных домов есть расстояние между полом и землей. И чтобы пол не портился, когда испарение от земли идет, или вода попадает туда, в этот промежуток, то ставят вейпор-берриер. Это такая защита. И она тоже может прохудиться. Ну, например, мы когда поселились вот в Бруксвилле, в мобильный дом, оказалось, что этот вейпор-берриер совсем разваливается, совсем худой стал, плохой стал. И мы поменяли его. Заплатили шесть тысяч за него. Вот представляете? Ну, вот посмотрите, например, под этим домом, наверное, не видно. Вот это вся, барьер весь висит. То есть, лохмотье надо менять. Ну, теперь понимаете, что не все так просто. Везде есть свои за и против. Но люди живут везде. Значит, кому-то это подходит, например. И все понятно. Ну, у нас с вами есть еще два поселочка. С теми поселочками тоже очень интересная история. Как я уже вам показала, что... Цена одинаковая на эти поселочки. Но там тоже своя собака зарыта. А какая... Я вам покажу в следующий раз. Расскажу про эти интересные места. Ну, что ж, мир у мир. Нет войне. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok